Здравствуйте! Я Ива Фунская, филолог, литератор, поэтесса и художница. И я хочу обсудить с вами последние новости из России, которые меня волнуют. А сейчас в России произошли такие новости, которые меня просто возмущают. Путин ввел подоходный налог в 12% на банковские вклады от миллиона рублей. Вот так. В то время, когда другие правительства оказывают своим народам финансовую помощь в связи с эпидемией коронавируса. Например, правительство США выделило каждому гражданину по 1000 долларов. Другие правительства отменили на время коммунальные платежи или ввели другие формы социальной и финансовой помощи населению. Российское правительство, для того, чтобы помочь своему народу, думает только о том, как бы залезть в его карман. И тем более в то время, когда народ России оказался в тяжелом положении из-за падения курса рубля, в результате падения цен на нефть, и так потерпел финансовые потери, и народ еще больше обнищал. Жизненный уровень населения и так снизился. И, казалось бы, в этой ситуации правительство должно, наоборот, помочь народу. Но российское правительство не только не помогает своим гражданам пережить последствия эпидемии, последствия девальвации национальной валюты, но, наоборот, старается их еще и обокрасть. В такой тяжелой ситуации обкладывать народ новыми налогами – это просто безнравственно и бессовестно. Итак, всем, у кого есть мозги, уже давно понятно, что Россией правят люди без чести и совести. И вот еще один тому яркий пример, если кому-то еще до сих пор это не ясно. На протяжении двух десятилетий правления Путина грабеж стал сущностью российского государства. Низкий размер российских пенсий и зарплат – это грабеж. И последнее нововведение ярко это показывает. Но грабеж и мародерство во время стихийных бедствий и экономических трудностей – это безнравственно и бессовестно вдвойне. У тех, кто хранил свои деньги в рублях, их сбережения обесценились и, следовательно, частично пропали. И, казалось бы, в такой ситуации государство должно компенсировать людям потерю их вкладов. Но нет, и вместо того, чтобы помочь своим гражданам в это трудное время, оно, наоборот, хочет еще и больше отобрать. У них уже не так отобрали. А по валютным вкладам проценты такие низкие, символические, что там и отбирать-то нечего. Проценты по банковским вкладам даже и в рублях небольшие. Теперь, когда и курс рубля упал, они вообще превратились в копейки. Так эти копейки государство хочет еще и отобрать. Это называется отобрать последнюю рубашку у того, кто и так раздет. После выборов Путин и так ввел несколько новых налогов. Теперь к ним добавился еще и налог на банковские вклады. Кажется, скоро в России будут брать налог на воздух. Больше уже не на что. На все остальное налоги ввели. И недаром уже многие заметили, что ситуация в России сейчас напоминает эпизод из фильма «Чиполина». За последнее время доходы нашего государства уменьшились. После того, как был введен налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это возмутительно! Молчать! Кроме того, вводится новый налог на осадки. За обыкновенный дождь 100 лир. За проливной дождь 200 лир. С громом и молнией 300 лир. Молчать! Хотя во многих городах России такая плохая экология, что это жителям надо давать молоко за вредность и доплачивать за то, что они этим воздухом дышат. Сейчас правительство хочет компенсировать свое уменьшение доходов от нефти из-за падения ее стоимости введением налога на банковские вклады. То есть правительство опять, так же, как и всегда, хочет переложить свои проблемы и экономические трудности на плечи народа. Чтоб народ расплачивался. А ведь за эти 20 лет можно было реконструировать и переделать экономику страны. Чтобы она не была сырьевым придатком мира, живущим только за счет продажи нефти. А что-то мне еще и производилось. Ее экономика, в том числе и национальная валюта, не зависели от цен на нефть. И высокие цены на нефть все эти годы вполне позволяли сделать реконструкцию экономики. Но это не было сделано. Потому что эти деньги не пошли на развитие страны, а пошли в карманы олигархов и чиновников. А также на списывание миллиардных долгов другим странам, покупая таким образом их дружбу. На финансирование созданных им же Путином республик, типа Северной Осетии, Северной Абхазии, Донбасса, Луганск. Введение войн в Сирии и на Украине. Но при этом Путин заявляет, что это налог на богатых. И он способствует перераспределению доходов от богатых к бедным. Но это явная ложь. Ну, начнем с того, что нет никаких оснований надеяться, что эти деньги пойдут на улучшение жизни бедных. А не в карманы олигархов, чиновников, как и всегда. Я думаю, никто на это и не надеется. Но самое главное, это налог не на богатых. Потому что миллион банковского вклада – это не такие уж большие деньги. И иметь их – это совсем не значит быть богатым. Такие средства на банковских вкладах имеют простые россияне. И считать богатыми людей с такой суммой денег на счету – ну, это просто смешно. Ну, если Путин до этого сказал другую смешную вещь, что люди, имеющие доход 17 тысяч рублей – это в России называется средний класс. Что тут говорить? Да, тогда для него те, кто имеет 1 миллион – это богатые. И его не смущает, что в России есть люди, для которых 1 миллион – это месячная зарплата. И даже несколько миллионов в месяц – это месячный доход. А кто-то этот миллион, может быть, всю жизнь копил себе на старость, в чем-то себе отказывая и экономя. Кто-то продал недвижимость, оставшуюся в наследство от родителей. Люди копили себе на старость, зная, что пенсии в России такие мизерные, что на них не проживешь. И хотели иметь такую прибавку пенсии в виде процентов. Но теперь и эти деньги правительство решило забрать. Этот налог затронет как раз тех, у кого немного денег, а вовсе не богатых. Потому что богатые – это те, у кого там много миллионов и миллиарды. И им, и для них этот налог не будет тяжел. Олигархи и люди действительно богатые не пострадают от него. Пострадают как раз те, у кого денег совсем-то и немного. А вот идея забрать деньги у действительно богатых людей, миллионеров и миллиардеров, Путина в голову не пришла. Только в России подоходный налог одинаков для всех – и для богатых, и для бедных. Все платят одни и те же 13%. В всех цивилизованных странах подоходные налоги разные. И они различаются в зависимости от размера дохода. У кого доход больше, тот платит налог больше. Но Путин, видимо, об этом не знает. Или знает, но не хочет вводить такие правила, которые существуют во всем цивилизованном мире. И это простые россияне хранят деньги в российских банках, которые в любой момент могут закрыться, и они свои деньги и потеряют. Олигархи давно уже вывели свои деньги из страны в офшоры и в зарубежные банки. Вальвация национальной валюты была спровоцирована искусственно. Тем, что наше правительство отказалось от соглашения с другими странами, добывающими нефть, членами так называемой организации ОПЕК, сократить добычу нефти, чтобы сохранить цену на нефть и не допустить ее падения. Если бы это было сделано, то, соответственно, курс рубля бы не упал. Но он упал из-за действия правительства, которое не захотело идти на этот шаг и таким образом поддержать свою валюту. От понижения курса рубля пострадал народ. При этом Путин говорит, что эта мера затронет только 1% вкладчиков. В то время как такие вклады имеют практически половина вкладчиков российских банков. Это еще раз говорит о том, насколько он далек от реальности, живет в своем выдуманном мире и не видит и не понимает той страны, и не представляет себе жизнь той страны, которой берется руководить. Но о чем еще можно говорить, если на вопрос россиянке Путину, как он считает, как можно прожить на зарплату в 10 тысяч рублей, он ответил, я не знаю, но думаю, что трудно. Вот именно он не знает, как живет народ. И не понимает, что на зарплату в 10 тысяч прожить не трудно, а просто нереально. Это одновременно и огромная лицемерие, и полная оторванность от жизни своей страны и своего народа. И опять, как всегда, идет демагогия и ложь. Тут же правительственная пресса стала писать, что взимание налогов с банковских кладов – это международная практика, и это делается во всех странах. Так же, как когда-то повышение пенсионного возраста правительство оказывало тем, что в других странах тоже пенсионный возраст выше российского. Хотя то, что там и пенсии выше российских, об этом оно не вспоминало. И умалчивало о том, что в этих же странах есть право досрочного выхода на пенсию. И никто не заставляет дорабатывать эти сроки. Так же и теперь, говорят, началась неправда и дезинформация. Во-первых, налоги на банковские вклады есть не везде. Но там, где они и есть, они есть только на очень большие доходы. Несоизмеримые процентами от одного миллиона рублей, которые получают российские граждане. Например, в Германии граждане с низким доходом освобождены от налогов по банковским вкладам. В США облагаются налогом вклады только выше 10 тысяч долларов в год. В Великобритании выше 5 тысяч фунтов стерлингов, что приблизительно равно тем же 10 тысячам долларов. То есть имеется в виду не размер вклада, а именно размер дохода, то есть процентов по вкладу, которые за год человек получает. А россияне с вклада в миллион рублей получают доход меньше 1 тысячи долларов. С таких копеек никто в цивилизованных странах налоги не берет. Причем налог на банковские вклады – это не временная мера на время понижения стоимости нефти. Ведь понятно, что эпидемия – это дело временное, когда она закончится, нефть опять поднимется. Нет, этот налог ввели постоянно. Он будет взиматься при любых ценах на нефть. Отменять его не будут. И наверняка его собирались ввести и без понижения цен на нефть еще и раньше. И ввели бы. Эта мера также дестабилизирует работу банковской сферы. Потому что вкладчики будут забирать деньги из банков. И новые вкладчики не будут делать вклады более миллиона рублей. Это негативно скажется на развитии малого и среднего бизнеса, который во всех странах является основой экономики. Какой ему смысл работать, развивать свою деятельность, что-то делать, зарабатывать деньги и хранить их в России, если государство только и думает о том, чтобы их отобрать. А также это нововведение приведет к тому, что еще больше людей захотят уехать из России. Хотя их так уже уезжает немало и хочет уехать еще больше. Вы видите теперь, кого вы выбрали? Те, кто за 18 лет этого не понял и голосовал за Путина на последних выборах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!